Мы теперь с Машкой стали взрослые, ходим на бизнес-ланч в места, где нет бизнес-ланча. Машка теперь работает, и я приезжаю к ней обедать. Я так, так горда, а? По-королевски, да. Наконец пришло то время, когда Маша тоже пьет ромашковый чай. Я оказала на нее влияние, а то она до этого говорила, фу-фу, сбите с сухарями. Я заказала косметику через интернет, мне кажется, эта штука в первой жизни весит 655 килограмм. Маленькая конфетка. Кто маленькая конфетка? И спустя 256 лет, почему я все время говорю такие цифры, пришла ко мне посылка. Я заказывала себе всякое в Beauty Bay. Говорю, Степа, можно я куплю там себе косметику? Говорю, да, конечно, покупай. И мне пришла посылка, которая писала I love you, Степа. Мило, Степа. Спасибо, что угадался. Значит, в 10 вечера иду в магазин за продуктами. Степа сидит в машине, потому что не может он ходить за малым кульсом продуктов. Мне нравится. Влог на этой неделе у меня получается такой разрозненный по событиям, потому что я даже не знаю, что я в итоге смонтирую. Сегодня у нас что? Четверг. Что сказать? Скажу то, что сейчас я просто стою на Чернышевской. И здесь находится Сатик Альянс, в котором на самом деле с косметологией круче еще, чем косметология. И здесь самый крутой ортодонт в мире работает. И я буду ставить себе брекеты внутренние в конце февраля. Так что сейчас их надо заказать, они там 8 недель делаются. Так что выровняю я зубы, надеюсь, те, кого сильно волновало этот вопрос, успокоятся. Меня он не сильно волновал, но здоровье важнее. Вот. Что еще сказать? Что показать вам? А, я знаю. И поскольку все равно я сижу, жду и мне нечего делать, я покажу вам, как там делают. Что в моей сумке? Хочу сказать, что только что я сумку случайно обтерла в машину. И она у меня грязновата. Ну что же сделать? У меня все как в реальных событиях. Значит, сумка моя. Вот. Я с ней часто хожу. Это моя такая ежедневная сумка. И что? Что я должна сказать? Функциональна ли она? Она функциональна. Сверху кожа. Застежки нет. Это застегивается вот на такую вот застежку с щелчком. Внутри тканевая. Несколько отделений. На самом деле очень вместительная. Но из-за того, что она не имеет твердый каркас, не самая, не всегда выглядит вот так вот. Но в большинстве случаев очень приятно. И на каждый день сама. Что лежит в моей сумке? Первое. Косметичка. Косметичку я беру всегда с собой, когда у меня большая сумка. И когда ухожу на весь день. То есть если ухожу утром и как сейчас поздно вечером возвращаюсь. То есть там естественно макияж уже не тот. Вот как сейчас. И сейчас через час я пойду еще на ужин. Соответственно я достану всю косметичку. Приду в себя в порядок. Пойду уже более симпатичной. Косметичка у меня вот такая прозрачная. Make up forever. В ней у меня полный набор для макияжа. Мало ли что произойдет вдруг. Я полностью смог макияж на заново бы накраситься. Кошелек. Кошелек у меня. Это мой ежедневный кошелек. Пудра отдельно лежит. Карандаш. Ну короче у меня сумка, кладезь косметики. Ключи от машины. Так. Я наверное как-то не очень хорошо рассказываю. Ключи от дома. И что интересного. Ну вот внутри как пакет. Что еще интересного лежит. Ну все. Ключи от дома. Косметика. Таблетка. Таблетка. Кошелек. Сейчас мы станем свидетелем потрясающего события сумок Шанель. Я потеряла ключи от дома до этого. И посмотрите. Вот я их только что нашла. Они у меня под подкладкой. Как они туда попали. Порвалось. Продолжим наш супер. Ну просто сейчас я буду сидеть полчаса в машине. Мне нужно там подождать. И не буду же я время зря терять экскурсию по моему автомобилю. Что у меня лежит. Вот тут у меня такое отделение. Я забрала штучку от конфетки. У меня нету короче коробку передачи. У меня переключается на руле. Поэтому еще не свет. Света больше не стало. Но очень правдиво все. Вот такое у меня отделение. Здесь у меня крем для рук. Тушь для ресниц. Очень маленький карандаш для бровей. И мелочь и невидимка для волос. И от конфетки штучка. У меня не всегда такой беспорядок. Ну в машине, к сожалению, я действительно редко убираюсь. Иначе теперь бардачок. У меня лежат ватные диски. Почему они здесь лежат? Потому что я ходила недавно на массаж. И только подойдя к массажу, поняла, что у меня будет массировать лицо. У меня был тональный крем и все на свете. Я зашла в первую аптеку. Купила там сам простой тоник и ватные диски. Смыла косметику в машине. Парфюм. Лежит у меня их даже два. Он у меня такой машинный вариант, когда забыла подушиться. Зимой холодно за рулем ездить. Что еще? Стоянка. Квитанция. О господи, у меня просто ужас какой-то лежит. Ну ладно, я буду честно рассказывать. Расческа. Какой позор. И на ней какая-то резинка. Это видимо из-под ватмана. Ну, ладно. Крем. Авен. Это, мне кажется, был какой-то крем для лица. Он мне не понравился. Я его бросила в машину, чтобы мазать руки. Вот. Так что я вам не советую. Для нормальной комбинированной чувствительной кожи. Вот этот крем. Авен. Мне что-то он не очень вообще понравился. Два тональных крема старых. Ну, тоже, когда они практически заканчиваются, я их бросаю в машину, чтобы тоже в случае чего, если ничего нет с собой, привести себя в порядок. Зажигалка. Зажигалка. Тоже вдруг костер мне понадобится посреди города развести. Это у меня Zara Home Pion. Это у меня такой запах. Будет невкусно пахнуть. И я вот так попщик, и воздух станет приятным. Просто кусочек белой бумажки. Еще один крем для рук. Это я купила в Спектре. Просто так, чтобы лежало. Шнур. 10 рублей старого образца. Это от айфона. Вот эта штучка, знаете, которая в начале лежит. Я вообще не знаю, интересно ли вам это, но я же должна заполнить пространство интернета своим видео. Это вот такой вот держатель волос. Это, знаете, когда там кудры делаешь, например, или просто что-нибудь. Еще один крем Авен. Это уже сильное увлажнение для сухой и очень сухой чувствительной кожи тоже мне не понравилось. Я просто оставила его как для рук. Что-то у меня крема и тявен вообще не понравились, честно. Прикуритель составляет зарядное устройство для айфона. Крабик для волос маленький. Крабик для волос большой. Ну и все. И все. Чем еще мне вас развлечь? Сейчас я, наверное, подка... Хотя, нет, сейчас я не буду краситься. Что сделать? Поотвечаю я на ваши разные вопросы. Сейчас я посмотрю, что там задавали и буду отвечать. В общем, Степа вместо 30 минут ходил 10 минут, поэтому никакие ваши вопросы я не успею, к сожалению, ответить. Надо будет потом сделать какой-нибудь видео ответ. Едем в другой район. Я последний раз кушала утром кашу, поэтому еду кушать пиццу. Сейчас 11 вечера, четверг, и мы идем на поздний ужин. Потому что Степа хочет кушать. Я еще не кушать хочу, я просто... Я не могу полноценно снимать влог, потому что в машине Степа разговаривает про работу, а сейчас мы сидим. Сегодня они тоже разговаривают про работу. Сижу слушаю. Мы пробуксовываем жестко, а Степа слюни гоняются. Едем в салитетку. Еще хотела сказать, что в предыдущем видео я говорила про оливковое масло для волос, но теперь я его поменяла на персиковое масло для волос. И очень оно хорошее, потому что я его на ночь наношу целиком и запытаю косичку, сплю с ним. И тоже очень хорошо впитает, блеск и вкусно пахнет. Вкуснее, по крайней мере. Не вкусно оно пахнет, а не все не вкусно пахнут, но по сравнению с остальными очень прилично. Так что перешла я на персиковое масло для волос. Понимаете, у меня влог такой получается. В машине веду диалог сама с собой, говорю вам все подряд. Но просто у меня не получается вести в других местах, потому что если мы сидим на каких-то соведениях, то все разговаривают. И я не могу снимать, потому что там личная информация. Если я какое-то дело делаю, я тоже с кем-нибудь разговариваю. Вот и получается такой непонятный диалог. Чем могу с вами поделиться? Я люблю одеваться как психопат, но не как психопат, но так. Наверное, для некоторых людей это странно. Я сегодня поняла, что просто у меня так человек один посмотрел. У меня шуба из искусственного меха, кофта а-ля бриллианты. Штаны серые, джинсы с завочной талией, которые такие шикарозненькие. Синие кроссовки, сумка. Хотя, вроде обычно, выбиваюсь, в общем, из общей толпы. И мне так гораздо больше нравится. Мне вообще нравится одеваться странно. Как я сейчас понимаю, что странно для людей, для меня это нормально. Некоторая русская действительность. Общейку украсили к Новому году елочкой. Узнала, что его не будет. Еще хотела сказать, что я купила косметику Альфа Эйч. И мне кажется, она очень хорошая. Вот я ее купила, только вчера начала ей пользоваться. И если она... Что такое? Аскорбинка упала. Аскорбинка? Супер-пупер. Все вам о ней расскажу. Ну, давай. Очень вкусная. Витаминка С. Альфа Эйч. Альфа Эйч. А что, давай снимем такое реалити-шоу сейчас. Потому что я сейчас объективно все, что мы будем говорить, буду снимать. Пожалуйста. Ну, давай. Ну, все, мы забыли. Я просто кругу поставлю, как штатив. Я думаю, что этот магазин, в котором GoldenBus продается, там кризис не переживет. Ну, это... Магазин есть у нас, там, такие модные вещи всякие продают. Хотя кому будет интересно только про это слушать? Держать шоу. Угу. Держать шоу. Я понимаю, но нужна наша ссора, наше объективное общение или наше, там... Хочешь я буду гнать, а то выжарать? Ну, нет. Давай. Проведу мужской опрос. Степа, как ты реагируешь на то, что я постоянно сама себя снимаю? Тебе не кажется, что я чутка самовлюбленная? Или ты... Мне нравится. Тебе нравится? У меня сначала больше была проблема у тебя фото в ледных местах, потому что я стеснительный. А сейчас... Да, Степе не нравилось. И мне как бы все равно было, я вставала. А Степа вот так смущался, когда меня фотографировал. Ааа... Не надо так быстро ехать! Ты специально это сейчас сделаешь. Он... Я все... Не надо, Степа, ну пожалуйста! Я против быстрой езды. Я считаю, что это неправильно, небезопасно. И если вы хотите быстро ездить, едьте куда-нибудь на трассу, на какую-нибудь специализированную. Степа, ну хват... Степа сейчас... Все, все... Для камеры. Не, мне просто на самом деле... Я бы сейчас ему, может, и по-другому сказала. Туман такой на улице сумасшедший. Да. Что такое? Я не хочу. Ну пожалуйста. Сходи сам. Я тебе персиковое масло поквал. И что? Сходи. Консьержки... Потому что мы все время поздно. Мы такие совы. Поздно у нас всякие мероприятия. Пол первого. Ну пол первого. Не так поздно, но как бы поздно. Я бы тоже нас не любила, Степа. Мы звоним. Пол второго едем... Ой. Пол второго едем домой. Аллилуйя. Степа говорит, что он со мной как волшебные сказки. Да? Да. Какой! Я запрещаю тебе общаться с Аней. Я посмотрю в твои глаза, увижу. Мы, между прочим, недавно с ней обсуждали, что нам нравится Ветлийская. Давай! Я ведь, мне нравится Ветлийская. Она говорит, ни хрена себе. Мне тоже и больше никому не нравится. А у меня почти вишневая. Кстати, девятка у тебя вишневая. Так. Это не вишневая. Это коричневая. Коричневая. Да, я визер с Болисом. У нас не приличный ненавидит. Реально. Слескотежка. Она просто ненавидит. Вот так. Почему? У нас все любят. Да мне не нужно ничего, кроме ключа. Ключи от машины, пожалуйста. Я бы так задушевала. Все. Кто-то спал. Кто-то спал, только проснулся. Привет. Редактор субтитров А. Корректор А. Субтитров А. Передактор субтитров А. Принцикли.